Оставилось первое организационное заседание сессии областного Маслихата 8-го созыва, на котором вновь избранные депутаты получили удостоверение и значки. Также был избран председатель областного Маслихата, председатель и заместитель постоянных комиссий, утвержденных в состав. Участие в первой сессии принял Аким области на ремонт Регалиев, который пожелал депутатам плодотворной работы. Традиционно первая сессия началась с государственного гимна. В областной Маслихат по партийному списку и одномандатным округам было избрано 30 депутатов, в их числе представителей четырех политических партий и самовыдвиженцы. Для политических партий мандаты распределены следующим образом. Партия Аманат 10 мандатов, Народная демократическая партия АОЛ 2 мандата, Демократическая партия АКЖОЛ 2 мандата, Народная партия Казахстана 1 мандат. Официальная информация по итогам выборов депутатов Маслихатов опубликована в областных, районах и городских печатных изданиях. После вручения удостоверения Аким области на ремонт Регалиев поздравил избранных депутатов, а также подчеркнул, что перед ними ставятся важные для региона задачи. Им предстоит внести свой вклад в эффективные решения дорожных, жилищных, социальных и других проблем. Для этого важно быть на постоянной связи со избирателями. Глава государства Хасмиджумат Кемельевич Тухаев в своем выступлении на открытии первой сессии парламента 8-го созыва отметил, что нужно обратить внимание на развитие приграничных районов, на их социально-экономические положения. Президент страны отметил, что главная цель снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей, придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов. Я уверен, что с ОПШ мы сумеем решить эти и многие другие вопросы, озвученные главой государства. Хочу пожелать вам удачи и положительных результатов в работе с населением. На организационной сессии был избран председатель областного Маслихата. Кандидатуру Мурата Мукаева председателя областного филиала партии Аманат поддержали единогласно. Я верю, что мы вместе приложим все усилия для выполнения реформ президента страны, вместе с тем и наказов, и запросов избирателей, которые были собраны во время агитационной кампании в период выборов. Будем работать над этим как единый организм. Всем вам благодарен за оказанное доверие. Конечно, перед нами стоит очень много важных целей и задач, и для меня это большая ответственность. В ходе заседания утверждены составы, председатели и заместители четырех постоянных комиссий. Также по предложению депутатов заседания областного Маслихата отныне должны проводиться только на государственном языке. На русском языке будет предоставлен перевод в письменной форме. Депутаты, которые приступили к своим обязанностям, отметили, что готовы работать на благо своих избирателей и развитие региона. Сегодня прошла первая сессия с участием Акима области. Мы готовы трудиться во благо своей страны, вносить вклад в развитие сел. На агитационных встречах мы объезжали районы, встречались с сельчанами, и вот их предложения и наказы мы будем выполнять. Приложим к этому все усилия. Поздравляю, как говорится, новых депутатов, и в свою очередь хочу заверить, что эти депутаты, они же как посреди международом и властью, и вот я думаю, что будем проявлять, как говорится, свою инициативу в том плане, чтобы содействовать развитию региона, потому что в регионе очень много, очень много острых вопросов. Екатерина Шмидт, Рустым Ищанов, Таншулпана Мирханова, телеканал Акжаик.